добрый день уважаемые друзья это продолжение предыдущего видео про изобильное за изобильным находится небольшое местечко называется красный рай моего проскочили даже не заметили несколько дворов и вот такое старинное здание виноград и этого винограда там так а мы находимся на крайне луж ты вот это вверху на пригорке это жилищный комплекс семейный а вот это еще было боже мой это старая постойка и да это виноград для изготовления вина это не столовые сорта это не спалки дорога которой мы пришли в алушту это вообще-то дорога ведет за по заповедник зоопарк говорю мы проходим мимо зоопарка это дендро зоопарк и да тут еще находится контора алуштинского заповедного хозяйства внутрь не пойдем так это пробежим по территории он там берете билетик по моему недорого рублей 300 не больше попасть в этот дендро зоопарк цветочки мой дима ботаник отстал не видит как я выполняю за нее ее работу миленько тут но просто рядом дорога и шумно сильно так приятно вообще-то правильно называть не дендро зоопарка музей природы национальный парк крымский но я по старинке на дендро зоопарк от алушты до ялты 30 километров а эти машины ездят в сторону симферополя туда 48 километров и вот виноградники мы их обходили вообще шли оттуда там дальше село изобильное предыдущий ролик про него а я думал стоящие это сладости до оригинально слышали до инжир 90 рублей так что не обманываю ладно надо перекусить и идти дальше суп грибной из грибов крымских два салата свекольных это компотики котлетка с картошкой котлетка с курочкой такой обед мы много не едим алушта как бы сверху район автовокзала и это видео уже на второй день до снимали устали устали сильно у хайдок рис пока блуждали по изобильному поэтому решили прекратить и продолжить обзор города на следующий день тем более вышло солнышко и температура воздуха всего лишь 25 градусов то есть легче стало как-то в общем нет уже дуряющей жары и задул ветерок такой прохладный так что сегодня будем дальше смотреть а вы не расходитесь потому что будет солнечная погода солнечные краски яркие все красиво мало того я еще про анонсирую следующий наш сюжет тоже будет про алушту но будет очень много интересных фактов видео будет познавательное про этот город про его окрестности так что кто не подписался я не виноват реально будет интересно по лестничке немножко пройдемся я вам скажу алушта это не то что ялта уж тем более семейцы ли паров тут относительно ровно улица красноармейская 8 ловлю моменты чтобы не было ветра golden family resort не это как-то сказать по лужке не так уж эгоиста как в ялте это первое да тут конечно есть подъемы но не такие жесткие как ялте тем более не скоро или семьи так что сюда следует приезжать тему кого ножки не ходят сердечки пошаливает более-менее и горы рядом и воздух хороший и море приятно как вы можете заметить не все дороги в алуште одинаково убитые там справа остался панцина славутич санаторий служить а это ток чайка взгляд назад сейчас язык на кучу положу подождите и пойдем еще пять секунд панорамы алушты и пойдемте дальше 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 там будет ветер наверное но буду стараться моменты ловить что ветра не было чтоб комментировать на ходу то есть что я хочу сказать захотел в лес отошел от города и ты уже в лесу ароматным приятным да и тут везде стройки стройки значит спрос есть никто не строил себе не просил взгляд назад то есть видите вокруг лес говорят крыму нет лесу я вас умоляю хороший приятный ароматный лес мы пришли на так называемую горку любви внизу восточная нагреваем и море красиво продать шторм на море наконец-то прекратился пойдем вниз к морю гостевой дом эмилия ну-ка кто здесь был рассказывайте нравится не нравится прямо с видом на море забыл сказать мы прошли через такую искусственную посадку гипарисов аромат я вам скажу непередаваемый просто итальянская сосна это крымская сосна гостевые дома не вот интересно когда они сдают свои рекламе пишут пять минут до моря тут только кубарим пять минут до того моря восточная набережная гостевой дом называется на высоте адрес переулок айвазяна 20 кому нравится приезжайте вдруг понравится вот такой вид прям из бассейна хочешь бассейне хочешь на море а мы тем временем спускаемся к море плохо что перенима не надо отдать должное перевнимать подсветка имеется уже хорошо ночью хоть не потемка ноги не ломать кончилось а путь продолжается не она воде недалеко вот ну типа мы тут как будто остановились вот гостевой комплекс на высоте и вот он в море делов не вот та самая горка любви где мы сейчас были это комплекс на высоте где мы там по лестничке шли вот вот а вот и море восточная набережная мы считаем же на экране но в в а и в в в в в в И что еще хорошо, здесь очень мелкий, это не песок, это галька с песочком, очень мелкая. Очень комфортно, нет людей, класс. Восточная належная. Субтитры делал DimaTorzok. Какая у нас легкая рука. Мы туда ушли и пришли люди с обеда. Это постоянный Голден Сэмэлли Рисон. То, чем знамени того, что... ну и вообще весь Крым. Чебуреки. Вот такое небольшое заведение. И неожиданно вкусно. И чебурек, и коктейль. Нормальный коктейль. Это не вода какая-то, такой жирный, густой. Погода такая насупилась, насупилась. Дальше по ходу движения. Это Эллинги. Называется Коралл Юг. Ну типа как в Утесе. Вот это Санта-Барбара. Вот такое вот чего-то. Можно купить, а можно арендовать. Можно просто там несколько дней снять. И да, тут же автобусы приходят. Не часто. Раз в час до обеда и раз в два часа после обеда. А следующий корпус это уже жилищный кооператив Вазурный. И здесь побольше. Если у Коралл Юг это одно здание, то тут их раз, два, три, четыре, пять штук. И семь вот таких вот. В общем, прям такая Санта-Барбара. Только не в Утесе, а возле Алушты на краю Восточной набережной. То есть, опять же, это можно купить, можно приехать снять и покупаться на море. Вот именно сюда многие, я смотрю, машин много, тут тихо. Никакой суеты. Надо, он сел на машину, доехал до города и гуляй. А так тихо, приятно, море рядом. Море, вот оно, вот оно. Море рядом. Сейчас на пляж зайдем. Соусинки посадили красиво. Вот пляж Лазурного. Лазурного. Не, что он не говорит. Симпати... О, даже еще и магазинчик имеется. Что-то я не заметил. Хлеб, кондитерские колбасы, сыр, напитки, пиво, овощи, фрукты и мороженое. Да, тут не одно такое здание, видите? Вот один у берега, второй как бы старая линия. Потом дальше третий, немножко четвертый. Вот вы сами видите, да? Крупный такой, ну прям, вот, не дать не взять, утес в Санта-Барбаре. Но тут все такое. Знаете, полный дизайн-код, все в одном стиле. Приезжайте, покупайте, арендуйте, сдавайте. Ну, правда, магазинчик дороговатый. Вот. Так, ладно, пойдемте дальше. Вот, видите? Вот такой он приличный. Им бы еще аспальт положить сюда аккуратненький, вообще б классно было бы. Так, что у нас здесь? Ну, такое себе. Я не знаю, кто такой молодец, но молодец. Это тоже эринги, бывшие водочные гаражи. Теперь это, ну, как видите, целые большие гостиницы. А вот это справа называется Маленький Сайгон. Так, между своими Маленький Сайгон. Маленький Сайгон. Маленький Сайгон. Маленький Сайгон. К көрменькое с разбором. Маленький Сайгон. Какой насыпи? Да тут целый городок. Я сюда никогда не доходил, поэтому как бы с вами в первый раз. Спросили сейчас один эринг, первый попавшийся, который издается. Всего лишь 2000. Внутри все есть. Туалет, кухня. В общем, все, что нужно. Кондиционер, атеризор. Хорошая постель. 2000. Всего. Это ванны Санта-Барбара. Подешевле. И там наверху есть магазин, кафе. Так, пойдемте дальше. Следующий эринг называется Дельфин. Тут такой себе дикий пляж. Но оно и понятно, кому-то надо что-то облагораживать. Это же уже за городом считается. Немножко в море в кадр. А то идем прямо над морем и молчим. Еще один. Ну, типа эринги. Когда-то были лодочные гаража. Теперь как будто Санта-Барбара. Называется Дельфин. Тоже можно снять в аренду и отдыхать. Ну, это нижний ярус, а там повыше, получше. Прям апартаменты. А здесь не звук. Настоящие были когда-то гаражи. Ну, прям Италия. Чистенько, аккуратненько, прилично. Много пенсионеров. Тихо. Ну, это в пику того, что там сейчас в городе творится. Все хорошо, только здесь нельзя с собаками. В таком условии. Ну, понятно, курить нельзя, пить нельзя. С собаками тоже нельзя. Магазинчик имеется. Пляж небольшой, но там еще другие пляжи есть. В общем, места всем хватает. И, честно говоря, я нигде не видел, чтобы этот дельфин рекламировался. Какая зверуха. И. Богомол. Вот, посмотрим. Да, честно признаюсь, я тут первый раз не доходил сюда ни разу. Так что мы с вами, как бы я, для себя, первый открыватель. Так что мы с вами, как бы я, для себя, первый раз не доходил сюда. Вот такие дела. Продается это все дело. Можно купить, приезжать, отдыхать или сдавать отдыхающим. Только тут с пляжами беда. Совсем беда. В общем, покупать не пили, покупать. Понаструились только, что отдыхай не хочу. Но опять же, пляж, пляж, нет пляжа. Ну, прям хоромы. Баличка прозрачная, да? Но булыжники конкретные. Нет, ни кусочка, ни галечки, ничего. Зато куча апартаментов. А это база отдыха Эврика. Наверху такие деревянные домики. База отдыха Эврика. Подходим к Алушчинскому лесничеству. У меня себе такой, может не они, но кто-то. И камер наблюдения садила. А вот само Алушчинское лесничество. Они себе тут какую-то дачу сделали. А за этим хозяйством, Алушчинским лесничеством, начинается просто дикий пляж. Вот, пожалуйста. Кто просил дикие пляжи? Ну, тут, наверное, нельзя. Палатка никого не вижу. Но, тем не менее, пляж дикий. Дальше идет Нильдийский пляж. А вот те строения, я не знаю, что дальше там. Как-нибудь в другой раз дойдем. Потому что уже и так сегодня мы говорили хорошо. Киломер 10 точно. Ну, и кто-то смотрел до этого момента. Ставлю вам 5 с плюсом. Спасибо, что вы смотрите меня до конца. Это важно. Ну, и вы как-то поддержите наш канал, наши старания. Мы все-таки стараемся для вас. Снимаем для вас, чтобы вы потом долгими зимними вечерами пересматривали это видео. И согревались нашим крымским теплом. На этом у меня все. Большое спасибо. За внимание. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok